Здравствуйте! С вами новостная служба Центрально-Азиатского телеканала в студии Арслан Мударисов. И сегодня в программе. Таджикистан празднует День независимости. Поддержку стране высказали Владимир Путин и Джон Керри. Продолжение операции против восставшего генерала в Таджикистане. В показаниях властей начинают всплывать нестыковки. В России лидеру движения против нелегальной миграции предъявлено обвинение в попытке свержения Нурсултана Назарбаева. Открытая дорога на Ашхабад. Талибы вновь вышли на границу с Туркменистаном. Погранслужба в регионе уничтожена. В Астане толпа водителей едва не избила полицейских. Сегодня в Таджикистане отмечается День государственной независимости. По всей республике объявлен выходной день. Однако страна встречает праздник тихо, в отличие от предыдущих лет. В воздухе витает напряженность. События вокруг генерал-майора, заместителя министра обороны страны, вполне обеспеченного человека, заставили задуматься многих. В 24-ю годовщину на различных площадках пройдут традиционные праздничные мероприятия. Однако после итогового концерта в столице не будет фейерверков. Да и президент Эмамали Рахмон против обычного не устраивает пышных приемов. В свою очередь в адрес руководителей республики поступили поздравительные письма от глав многих стран. Президент России в поздравительной телеграмме еще раз выразил поддержку в борьбе с дестабилизирующими элементами. За последние годы ваша страна добила значительных успехов в решении актуальных вопросов социально-экономического развития. Таджикистан проводит конструктивную внешнюю политику, пользуется заслуженным авторитетом в Центральной Азии и за ее пределами. Вновь подчеркну, Россия в целом поддерживает последовательные усилия руководства Таджикистана по обеспечению региональной стабильности и безопасности пресечения попыток дестабилизации ситуации в республике. Выразил поддержку властям Таджикистана и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Джон Керри. Мы отдаем дань уважения неудержимой решимости народ Таджикистана обеспечить мирное, демократическое, процветающее и безопасное будущее. Мы по-прежнему поддерживаем народ Таджикистана в этих начинаниях, в особенности после трагических событий 4 сентября, и выражаем наше глубочайшее соблезнование родным и близким погибших. Тем временем спецоперация силовиков в Рамидском ущелье, где сейчас предположительно скрывается беглый генерал, со своими бойцами продолжается. По последним данным, правительственные силы захватили еще семерых сторонников Абдулхалима Назарзада, а одного убили. С начала операции общее число задержанных достигло 72 человек, убиты 18. Наряду с этим стоит отметить, что буквально три месяца назад таджикские силовики как раз в Рамидском ущелье проводили антитеррористические учения в горных условиях. В связи с этим некоторые эксперты вспомнили характерную для таджикских силовиков привычку, когда за несколько месяцев до маленькой войны таджикские военные в регионе будущей спецоперации отрабатывают различные сценарии будущей операции. Вообще, таджикские военные, что, скажем так, из лагеря оппозиции, что из лагеря проправительства, они люди очень такие, боевитые. И чуть что склонны хвататься за оружие и угрожать тем, что они выведут там свои бригады, свои батальоны и прочие полумалитетские формирования, которые вошли в состав вооруженных сил Таджикистана и почему-то сейчас часто называются армией Таджикистана, ОМОНом Таджикистана или еще какими-то громкими названиями. По сути дела, все эти подразделения, которые сейчас составляют Национальную гвардию, ОМОН и так далее, они до сих пор не являются, что называется, полноценными, подконтрольными полностью центральной властью, воинскими образованиями. С одной стороны, некоторые таджикские прозападные эксперты уже говорят, что это на руку России, потому что таким образом Рахмону, который в последние годы стал очень часто пытаться демонстрировать по поводу и без повода свою независимость от Москвы, таким образом дали понять, что власть его на самом деле как сидела на русских штыках, так на них и сидит. Просто строить самые разнообразные предположения, но на самом деле я лично не склонен думать, что это какие-то происки Москвы, Пекина или Брюсселя с Вашингтоном. Вряд ли, скорее всего, все объясняется именно внутритаджикской тематикой, внутритаджикским состоянием, когда страна находится в перманентном социально-экономическом кризисе, а мировая экономическая конъюнктура накладывает на этот кризис дополнительные негативные влияния, о которых очень много говорят эксперты в последнее время. И все это периодически выстреливает. Между тем, накануне пресс-центр МВД против обыкновения поделился информацией с общественностью и транслировал в эфире государственных телеканалов видео, на котором запечатлена перестрелка между группой мятежного генерала и сотрудниками МВД Таджикистана 4 сентября. Время съемки – половина шестого утра. На ролике видно, как получает ранение один из бойцов ОМОНа. В свою очередь, журналисты интернет-издания Евразия.нет.орг обнаружили неточности и нестыковки в официальной версии произошедших событий, которые предлагают власти. Например, судя по списку убитых в городе Вахдад, произошло длительное столкновение с применением огнестрельного оружия. Аналогичный бой, произошедший недавно в столице Кыргызстана, показал, какие разрушения приносятся ближайшим сооружениям. Тогда сгорело несколько домов. Пулями были изрешечены десятки зданий. Однако прибывшие на следующий день в Вахдад журналисты не обнаружили ни единого следа от пуль на стенах или тем более сгоревших остовов домов. Силовики тогда запретили снимать место боя. Но одна фотография все же есть, и она показывает отсутствие каких-либо разрушений. Тем не менее, местные жители свидетельствуют, что слышали перестрелку. Но вот где и сколько человек в ней участвовало, неизвестно. Примечательно, что жизнь в городе на следующий день после столь крупных боев продолжалась, как обычно, готовясь к приезду президента страны. Далее коротко о ключевых событиях в Центральной Азии. В Кыргызстане на центральной площади столицы простились первым секретарем ЦК Компартии Кыргызской ССР Турдакуном Усубалиевым, который пребывал у власти около 25 лет и определил облик современного Бишкека. При нем были построены каскады Нарынской и Токтагульской ГЭС. Возведены многие промышленные предприятия. Казахстан предложил разработать Пакт о водной и экологической безопасности Центральной Азии, создать открытую систему обмена гидрологическими данными и повысить эффективность работы Межгосударственной водохозяйственной комиссии, бассейновых объединений Сырдарья и Амударья. Премьер-министр Кыргызстана на встрече с Дмитрием Медведевым сообщил, что в рамках программ импортозамещения кыргызская сторона готова предложить России продукцию сельского хозяйства, трикотажные изделия и текстиль, товары народного потребления. Казахстан выдал больше всего микрокредитов в Центральной Азии. Республика заняла долю в 30% совокупного рынка региона по числу заемщиков. Размер микрокредитного рынка Казахстана составляет более 460 миллионов долларов. Таджикистана около 430 миллионов. На третьем месте Кыргызстан, чей микрокредитный рынок оценивается в 350 миллионов долларов. В Кыргызстане стратегическую трассу Ош-Бишкек пытались перекрыть, но милиция не допустила этого. Жители придорожного села оказались недовольными слишком быстрым движением автомашин мимо школы, которая расположена на трассе, из-за того, что участились наезды на школьников. В Кыргызстане на автодороге Бишкек-Ош перевернулся бензовоз, перевозивший 34 тонны топлива, из которых 3 тонны попала в реку Кара-Болта. Катар построил в казахстанском Семее реабилитационный центр для жертв ядерных испытаний. Национальная сборная Таджикистана по футболу проиграла в домашнем матче сборной Австралии со счетом 3-0. Матч прошел в Душанбе. Сборная Таджикистана в группе по отбору команд на чемпионат мира 2018 года занимает четвертое из пяти возможных мест. Мы продолжаем выпуск. Талибы только как три недели назад выбитые из некоторых стратегически важных населенных пунктов провинции Фарьяб на границе с Туркменистаном вновь вернули позиции. Причем, по словам местных властей, виноват в этом Кабул, который не послал подкрепления закрепившейся горски правительственных сил. По свидетельству спикера парламента Фарьяб Саид Абдул Бакихашем, слова которого приводят альтернативные новости Туркменистана, правительственные силы не дождались подкрепления. К тому же они остались без воды и были вынуждены отступить. В ходе боя с отрядами Талибана правительственные силы понесли потери. Трое солдат убиты, двое ранены. Боевикам удалось захватить один боевой танк афганских пограничников. Боевики в провинции Фарьяб на многих участках вновь вышли к границе Туркменистана. Местные жители говорят о концентрации сил боевиков на туркменно-афганской границе. Если так будет продолжаться, отметил спикер, то есть вероятность, что талибы нарушат госграницу Туркменистана. После проведенной недавно военной операции против боевиков в провинции Фарьяб не осталось достаточных сил. Пограничная служба фактически отсутствует, поэтому Туркменистан должен сам позаботиться об охране собственных рубежей. Как следует реагировать на слова спикера Ашхабаду интервью эксперта Андрея Грозина. На самом деле, безусловно, такого рода оценки имеют право на жизнь. Ясно, что на многих участках таджика-афганской границы, кстати, как и туркмена-афганской, наблюдается рост напряженности. Наблюдается рост напряженности в течение последнего года полутора. С той стороны, на афганской территории, на афганской приграничных территориях идут бои, идут захваты провинциальных центров. Если говорить конкретно о афганском Бадахшане, о Кундузе, возникают уже опасения по поводу попыток захвата уже не просто каких-то отдельных малозначительных кишлаков и населенных пунктов, а уже и провинциальных центров, это, конечно, ситуация, которая вызывает тревогу и в Душанбе, и в Кабуле, и вообще во всех центрально-азиатских столицах, и в Москве, и в Пекине, я полагаю, тоже. Как дальше будут развиваться события, трудно сказать, но сейчас, конечно же, я не думаю, что талибы или те исламистские интернационалисты, условно говоря, которые там воюют, на афганской территории, против правительственных сил, будут осуществлять какую-то прямую военную экспансию на территории стран Центральной Азии. Известному российскому националисту и соратнику Мухтара Аблязова, главы БТА-банка, Александру Поткину, помимо обвинений в национализме и незаконной легализации денежных средств, предъявлено обвинение в создании экстремистского сообщества, которое ставило перед собой целью свержения режима Нурсултана Назарбаева. Александр Поткин известен как глава движения против нелегальной миграции, которые в России признаны экстремистки. Российская Фемиды совместно с Казахстанской обвиняют его в легализации незаконно выведенных из казахстанского БТА-банка активов. По версии следствия, Поткин представлял интересы Мухтара Аблязова, бывшего владельца БТА-банка. Казахстан обвиняет Поткина в разжигании межнациональной розни. В окончательной редакции националисту предстоит суд по четырем статьям. Возбуждение межнациональной вражды, призывы к экстремистской деятельности, легализация денежных средств, а также создание экстремистского сообщества, целью которого было свержение Нурсултана Назарбаева. Между тем в Астане толпа разъяренных водителей междугородних автобусов едва не избила приехавших полицейских. Стражей порядка вызвали горожане, которые устали от назойливого сервиса перевозчиков и постоянных беспорядков возле рынка, где паркуются шоферы. Однако сдаваться без боя водители и кондукторы не пожелали. И если мужчины выражали негодование действиями властей словесно, то кулаки сыпались на полицейских от прекрасной половины работников импровизированного автовокзала. И только что стало известно, что задержанный месяц назад в Молдове Сабир Валиев освобожден из-под стражи. Заместитель лидера неофициального конгресса конструктивных сил Таджикистана в начале августа был задержан в аэропорту Кишинева по запросу таджийских властей. Оппозиционный сайт tajinfo.org сообщает, что в освобождении политического диссидента немалая доля заслуг правозащитных организаций, таких как Норвежский Хельсинский комитет и Ассоциация по правам человека в Центральной Азии, а также правозащитников и юристов, принимавших участие в процессах по этому делу. Решение, по моему мнению, справедливое. Наш суд принял во внимание множество аргументов, которые мы предоставили, доказательства, которые подтверждают, что оснований для ареста как такового не было, и процедура была нарушена, многие юридические аспекты. Поэтому суд выслушал внимательно и принял правильное решение. Я бесконечно рад, конечно, за нашу юридическую систему, что все-таки она иногда работает и показывает, что есть надежда. И за Сабира тоже очень рад, потому что он смог увидеть нас со своими близкими и уже на свободе. Это были актуальные новости Центральной Азии. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok